итак всем ютубером привет у нас погодка наладилась дождя сегодня нету мы решили не с этого сарая начать потому что у нас больше недели шли дожди до работы руки не доходили потому что невозможно было работать не с этого начнем а с того потому что нам там надо загороду залить переводить туда дюрков дюрки у нас уже подросли используем порошок для того чтобы песок не садился в расстройку а 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 ну а так мы замешиваем потом будем высыпать корыто из корыто носить вот сюда тут а мы уже нивелиром отбили метку сколько нам надо заливать то есть то есть где 10 сантиметров где 12 метку провели и получается это все ровно ноль по метке а сама рамка у нас лежит на 3 сантиметра ниже вот этого нуля то есть с этого всего нуля будем делать маленький небольшой уклон на именно на рамку у меня здесь раньше была рамка но ее вырвали сейчас решили новую обновить сантиметров 10-12 подальем и сюда в эту рамку будет решетка куда идет слив вот как видите сколько не один год уже проработал сливи все это не забито ни где ничего все нормально густое собирается ли в этом углу или по над стенами его потом грузим лопаты лопатой в тачку и вывозим а вся жижа именно с эти стекает сюда потом когда здесь сделаем переведем сюда машку машки в июле поросится уже и сделаем эту клетку где именно машка повыгрызала стены вместе со штукатуркой буду лучше штукатурить с сеткой по штукатуре все приведу в порядок клетку новыми досками забью не буду с металла варить новыми досками залью нормально будет ну и кто-то побелим все доведем до ума и переведем сюда четырех дюрков насчет дюрков бойцы на работе сегодня первый день насчет дюрков я говорю что буду взвешивать их второго числа уже будет месяц ну друзья я их при всем своем желании взвешивать уже не буду потому что я их не подниму а просто мерить замер замеры делать ну я думаю смысла нету у них тогда в 4 было 103 килограмма то есть грубо говоря по 26 килограмм в одном прошло 30 дней уже их не подниму у некоторых то есть вот так вот эти вот два больше 50 килограмм больше 30 где-то 55 а может даже чуть больше в этих двух ну а в этих где-то по 50 то есть смысла их тягать нету вот вот этой такой килограмм 7 то самый большой кабанчик они у меня еще здесь не может здесь место мало тут сделано так само вот с бетона уклон идет сюда в решетку все жидкое сюда стекает а густое забираем у ведра и вывозим корм у них постоянно есть и растут хорошо и и и и и и и Вот так по два замеса будем делать, да? Вот так. Расковарчиваем. Теперь чуть-чуть. Так, теперь все в ведра. Чтобы бетон хорошо прилипал к старому бетону. И начнем оттуда сейчас потихоньку носить. Все надо облить хорошо водой. Все лишнее сейчас течет. Для наглеза оттуда. А, вот так по на стенке. Все, у вас начинает. Да, выпиваю ваволок. Я узнал, да? Да, да. И так по червозу, по на стенке, по на стенке. Олку отбиваю. Нормально там? Да. Да. Да-да-да, мне попал. Да-да, нормально. Да, заливать. Ну мало, конечно. Ну ничего. Зальем. И по линию. Мы делаем без щебня. Щебня у нас нету. Ну просто песчаная. Песчаная корреля. Плата. Цементно-песчаная смесь, так сказать. Да пойдет. Тут-то тоже была цементно-песчаная смесь. Без щебня. И нормально все. То есть, жалоб на пол нету. Просто, что вырвали сетку. И думаю, сетку хорошо залью. И хорошо забетонирую сантиметров 8-10. С такими бойцами, как у меня, можно работать. Правда, надо обучать малюха. Ты сразу два набирай. Давай. Давай. И вот вода. По линии. Раз на верх прямо. А на верх? О. Ну конечно. Прямо горкой? Ну да, горкой. По сравнению. И вот таким методом выравниваем по чуть-чуть. Не спеша. Сейчас следующий замес, следующий. И так. Зальем. И так. Зальем. И сюда дюрков. Тех четырех. Потому что им там уже места не хватает. А где были дюрки? Перевезти туда новую партию маленьких дюрок ПТРН. Я себе тоже оставлю с этого опороза дюрок ПТРН. Это каждый опороз был оставлять по дюроку. Ну а таким макаром, так сказать, я без вибролейки тут пойдет и так. В новом сарае там надо с вибролейки заливать. А здесь без вибролейки. Будем дальше продолжать. Понемногу, понемногу и нормально пот. Уже, конечно, хочется делать быстрее новый сарай. Но это же никуда не денешь. Тем более уже необходимость переводить следующую партию сюда. А по новому сараю так все и есть. Займемся крышей. В первую очередь мы уже решили. Завтра, если тут-то сегодня все сделаем, завтра начнем собирать стропила на земле. Все вымерим, все этот. И начнем ставить каркас стропил. Стропильную систему. И все будет в РУЛ. Ну так, пол ведерта. Пол ведерта? Да. О! Страшно! Так же, друзья, мы используем вот такой вот порошок. Добавляем цементно-песчаную смесь. Салдеповский. У теста два ящика порошка осталось. Салдеповский. 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 ну вот друзья вот так произведена залив сейчас вода сойдет и буду рамка до работы и вот таким образом залив закончена рабочий день заканчивается ребята вымывает рабочий инвентарь вот так после рабочего дня братва вымела бетономешалку полностью максимально все рабочий день окончен и и и и